МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Дорога к храму» и мы, ее ведущие, священник Максим Картинский и священник Павел Корсанов. Мы снова начинаем рубрику «Как быть?». И сегодня хотелось бы поговорить в преддверии праздников, как быть с тем, что православным нельзя праздновать Новый год. Вот такое мнение встречается. Да, встречается такое мнение православным. Нам, православным, вообще с точки зрения многих людей ничего нельзя. В том числе и праздновать Новый год. Как вот так это или нет? Ну вот интересно, откуда такое мнение может вообще возникнуть и возникло? Наверное, думать, что мы ангелы. И что Новый год – это какое-то мирское, и нам, православно, неподобно подавляться какому-то мирскому, телесному различению. Ну, то есть, чем меньше мирского, тем лучше. И вообще лучше, чтобы ничего мирского православных не было. Вы же такие все небесные, и мирского ничего нельзя. Ну, вначале мы подумаем о слове «мир». Оно очень многозначное, да? И что же имеется в виду под словом «мир»? И тем самым отсюда можно понять, что такое мирское. Мир же – это и природа вокруг нас. Мир – это и порядок, который царит, опять-таки, в той же природе, и в нас, и в мире людей. Вот что такое мир? Наверное, надо разобраться, какой мир имеется в виду. Ну, действительно, да, с одной стороны, есть и в Священном Писании такие слова, что обращенные к христианам, святых апостолов, слова, да, «не любите того, что в мире». И вот многие считают, что вы, православные, празднуете мирской Новый год, вы нарушаете заповедь Нового Завета. Но вот действительно, все-таки, если углубиться в это понятие, в том же Новом Завете будет сказано, что мир – это помимо того всего доброго, что мы сейчас перечислили, да, это и порядок, и природа окружающая, то в негативном смысле мир – это вот как есть такие прям слова, это то, что похоть, похоть очей и гордость житейская. Ну, то есть, если упростить, то, наверное, имеется в виду все то, что в человеке может убить его человечность. Наверное, да. То есть, мирское – это не обязательно негативное, но мирское может быть негативным тогда, когда оно расчеловечивает человека. А вот может ли Новый год в людях убить человечное? Как праздновать, да. Если пить безмеры, есть безмеры, то любой праздник может человечность уничтожить, да, облик человеческий в человеке. Да, и не только Новый год, но и, может быть, даже какие-то церковные празднования. Да, если человек неправильно как-то переживает, они могут уничтожить в человеке человечное. А вот праздновался в церкви Новый год, празднуется он вообще? Вот интересно, да, немножко нам окунуться в историю. Все же следует сказать, что Новый год, он и в церковные богослужения вошел, и в церкви праздновался. Например, когда-нибудь? Вообще, Новый год раньше праздновался, ну, раньше это очень давно, еще до Петра Первого, осенью, и совершалось особое богослужение, вот, и тексты подбирались соответствующие, да. Но даже евангельский отрывок подбирался по смыслу, да? Да, и такое есть слово «индикт» – день церковного новолетия или индикта. И потом, впоследствии, когда Петр Первый произвел реформу, Новый год уже переехал на январь, а церковный Новый год остался в сентябре. А раньше эти два даты были соединены, и мирской Новый год, и церковный, одним празднованием церковным. Ну, то есть, в принципе, понятно, что Новый год, наверное, праздновать можно аккуратно, скромно, постно. Да, вот одна из таких сложностей, что все-таки у нас идет рождественский пост, но, наверное, если выбрать нужную меру, то ни пост не помешает Новому году, ни Новый год посту. Ну, а в наши дни как-то вот мы говорили об истории, а в современном мире Новый год как-то в церкви задействован. Да, у нас в храме, кстати, задействован. Во многих храмах, я знаю, совершаются ночные богослужения, да? Ну, да. То есть, можно прийти вместо праздничных талат, прийти в храмы и участвовать в трапезе не домашней, а в трапезе церковной, да? Действительно, за долгие годы жизни людей многим уже наскучивает такое празднование Нового года, как сидение за смотрением телевизора. И действительно, есть возможность верующему человеку прийти в храм даже в новогоднюю ночь. Вот у нас, в частности, в храме, даже мы приглашаем, скажем так, пользуясь случаем в храме великомученицы Марины и в храме Сталин Николая, поселок Лавадарского, совершаются ночные богослужения. То есть, незамываемое ощущение, да, что не праздно проводим, а в какой-то новой атмосфере, такой божественной. Это очень интересный опыт проводить Новый год именно с 31 на 1 именно в храме. Такое ощущение. Да, можно начать. Незамываемое, да. Начать Новый год с самого главного, с причастия. С причастия, да. Вот. Ну, вот что мы хотели сказать про Новый год, дорогие друзья. Дорогие друзья, с вами рубрика «Пять фактов». И в данном случае будет «Пять фактов» о праздновании Нового года. Факт номер один. Празднование Нового года в России имеет весьма непростую историю. Изначально это был церковно-государственный праздник, который приходился на начало сентября. С 15 века главное торжество совершалось в Москве на Саворной площади Кремля, где с высокого помоста митрополит и великий князь возвещали об окончании года и поздравляли народ. Служился молебен, митрополит кропил князя и стоявших вокруг горожан, все поздравляли друг друга, в каждом доме устраивалась праздничная трапеза. Богатые люди в этот день раздавали нищим обильную милостыню, посылали еду, пироги, калачи и пряники. Факт номер два. В ходе Петровских реформ празднование Нового года было перенесено на 1 января, как это было принято в Европе. А поскольку Рождество Христово отмечалось тогда за неделю до Нового года, 25 декабря, то новолетие, по сути дела, оказалось совмещено с рождественскими празднованиями, святками. Факт третий. В наши дни возникла проблема совмещения рождественского поста и празднования Нового года. В 1918 году порядок, при котором новогодний праздник и святки соединялись, был нарушен очередной календарной реформой. Теперь Новый год в России стали отмечать уже на неделю раньше Рождества, в самый напряженный период рождественского поста. Так родилась проблема, которую каждый православный христианин в России вынужден решать для себя и по сей день, каким образом праздновать Новый год во время поста, как вести себя с гостями и родственниками, какие блюда готовить, а какие нет. Факт четвертый. Церковные правила не запрещают верующим людям в постные дни собираться за праздничным столом. Более того, только в пост и празднуются такие великие церковные праздники, как преображение Господня и вход Господень в Иерусалим. Каким же образом праздновать? Однозначного ответа здесь, наверное, не может быть в принципе. Каждый должен ориентироваться на реалии своей жизни, чтобы не огорчать невоцерковленных родственников поведением в духе фарисейства. Факт номер пять. В современной церковной жизни Новый год так или иначе входит в церковное богослужение. Во всех храмах Русской Православной Церкви или накануне новолетия, или в сам день, как минимум, совершается особое молебное пение. А в некоторых храмах, где на то есть желание прихожан, в ночь с 31 декабря на 1 января совершается наша главная служба – Божественная Литургия. Таким образом, наступающий год можно начать с самого главного – причащение святых христовых тайн. По случаю Дня памяти святителя Спиридона Тримифунского в церковь Николая Чудотворца в поселке Володарского приехал архиепископ Подольский Люберецкий Аксий. Для того, чтобы провести божественную службу для прихожан церкви. Мы приехали сегодня совершить божественную службу, помолиться вместе с прихожанами, поздравить всех видновчан с этим торжеством и вместе помолиться о предстоящем новолетии, поблагодарить Бога за прошедший 23 год. Святитель Спиридон Тримифунский родился в конце 3 века на острове Кипр. О его жизни сохранилось мало сведений. Известно только, что он был пастухом, у него была жена и дети. Все свои средства он отдавал на нужды ближних и странников. За это Господь его вознаградил даром. Святитель мог исцелять неизлечимо больных людей. За добрые дела прихожане его помнят и почитают уже много лет. У меня особая любовь к святителю Спиридону. Есть мечта посетить его место, где сейчас покоятся его мощи, потому что я хочу сама приложиться к этим чудотворным мощам. Для многих жителей поселка Никольский храм – это место, где можно получить духовную поддержку, разделить радость и печаль с близкими по духу людьми. Я с удовольствием пришла и здесь нахожусь с благодатью. Святого Спиридона Тремифунского почитают как покровителя трудящихся людей. Ему традиционно молятся о благоприятной погоде, богатом урожае и помощи в труде. Субтитры создавал DimaTorzok